На временно оккупированных территориях поговорим с нашим следующим гостем Виктор Дудукалов, заместитель главы Бердянского районного совета. С нами на связи. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день, приветствую. Вот такие пытки, о которых мы слышали в сюжете сейчас, враг устраивает во многих оккупированных городах. Виктор, как россияне терроризируют население в Бердянске? За что арестуют людей? В первую очередь арестовывают людей. По сути, по национальному признаку очень четко можно проводить параллель по поводу деятельности в фашистской Германии в отношении евреев. То же самое проходит в отношении украинцев на оккупированной территории, не только в Бердянске, в районе и вообще на оккупированной территории. Если ты украинец, то по умолчанию ты под угрозой, если ты себя идентифицируешь как украинец. По сути, в своих вот этих ужасных военных преступлениях оккупанты не останавливаются ни перед чем. Могут задерживать как несовершеннолетних, незаконно задерживать как несовершеннолетних, так и лиц преклонного возраста, вне зависимости, естественно, от пола. И подозревая их в какой-то вымышленной, так называемой террористической деятельности или в диверсиях, в целом, тем самым, оккупанты признают, что они находятся на территории Украины, они находятся среди украинцев. Эта территория, наша оккупированная территория, не являлась и не является пророссийской, и местное население не поддержало оккупацию, местное население ей не радо. Поэтому оккупанты пытаются таким физическим запугиванием, арестами, пытками сделать местное население безвольным и бесправным. И, к сожалению, у местных есть такое понятие, как подвал. Одна из самых больших, пыточных у нас на территории 77-й колонии в городе Бердянске, я неоднократно об этом информировал. И то, что показывают горький опыт оккупированной части Харьковской и Херсонских областей после деоккупации, что стало известно, и какие ужасы вскрылись. Это все надо умножать в разы, это все сейчас происходит на территории моего родного города Бердянска. И пытки самые изощренные в самых жутких традициях фашизма, сталинизма сегодня, в 2024 году. Повторюсь, по сути, беспричинные задержания, беспричинные аресты, беспричинные пытки. Иногда даже задерживают людей, которые вернулись на оккупированную территорию для того, чтобы попытаться зарегистрировать за собой недвижимость, чтобы ее не отжали. Задерживают их просто за то, что они приехали из-за границы или из-под контрольной территории, в подозрении, что они приехали якобы собирать разведданные. Эти люди находятся днями, неделями на подвале и тоже подвергаются пыткам. А есть уже свидетельства, какие-то доказательства этих преступлений военных, то есть уже собирается доказательная база, чтобы потом виновные были наказаны, правильно я понимаю? Конечно. Не так много, но некоторые люди, которые были в незаконном задержании, в этом жутком плену, покинули оккупированную территорию. И свидетельствовали и в органах следствия украинских правоохранителей, и в международных инстанциях свидетельствовали. Но это все ложится, скажем так, в огромную папочку будущих репараций и подтверждений военных преступлений, которые совершает Российская Федерация, оккупировав территорию и вот так вот издеваясь над местным населением. Соответственно, да, есть на сегодняшний день достаточно уже доказательств и достаточно уже людей, которые об этом свидетельствуют и по которым видно и понятно, что с ними вообще происходило без лишних слов, потому что психологическое и физическое их состояние имеет невозвратимые последствия. Давайте поговорим о событиях недавних дней. На выходных в Бердянске было громко, сообщалось в СМИ о нескольких взрывах. При этом о каких-то учениях оккупанты не сообщали. Это работают силы обороны по захватчикам? Что это были за взрывы? Да, ну, сегодня наиболее вероятно, что летят пилотники на территорию Бердянска, на территорию Бердянского района. И, соответственно, беспилотники не просто летят, они пролетают, оккупируют территорию, там, где очень много противовоздушной обороны находится. И раньше оккупанты говорили, что если взрывы, значит, спокойно. Вариант А – учения, вариант Б – ПВО. Все нормально. Сейчас они уже даже не пытаются обманывать местное население, потому что местное население прекрасно знает, что летят беспилотники, и они как бы, пусть не каждый, но долетают. В первую очередь они долетают до нашей территории, в самый глубокий тыл врага. Во вторую очередь они долетают по самим объектам, то есть не все беспилотники сбиваются. Ну, я не знаю, оккупанты либо уже расстроились и решили не информировать, не брехать, либо уже поняли, что на местное население эти все сказки и басни не влияют. Про учения, люди знают, где там учения проходят, на каком они находятся расстоянии, полигон, и в какой общей стороне. А если взрывы и прилеты слышно в разных частях города в разное время, ну, очевидно, что это не учения в одном и том же месте. Поэтому, как-то оккупанты подзатихли с этими всеми фейками про учения и про ПВО, ну, признают, что, да, сбройные силы Украины благополучно бьют по вражеским позициям. А по каким объектам бьют вооруженные силы Украины? Я знаю, что российские оккупанты организовали, например, производство дронов и ремонт техники на одном из заводов бердянских. Да, была такая информация от партизанских движений. Ну, скажу так, что в тот район, где находится вот это производство, это район РТС, наши местные бердянцы знают, в тот район в том числе неоднократно уже летело. И там промзона, на которой сосредотачивается техника оккупантов, она там либо базируется, либо ремонтируется. И вот это вот производство как раз дронов предполагало, что там еще и ремонт техники происходит. Практически любое промышленное предприятие сегодня в Бердянске оккупантами используется как военная промышленность. То есть ремонт техники, хранение техники, изготовление зубов дракона в свое время, хранение боекомплекта и так далее. То есть все, что подходит для войны, они используют для войны. Ко всему прочему, есть достаточное количество целей на территории района, в селах, где тоже оккупанты любят прятать в посадках или возле ставков технику. И один из интересных объектов для наших сил обороны это порт, в который тоже не так давно прилетало, в котором находится и ПВО, в котором находится личный состав, который сегодня является небольшой военной базой, по сути, на берегу моря, который используется непосредственно с целью только, ну, милитарной, по состоянию на сегодняшний день, ну, уже много месяцев. Ну, я знаю, что порты используют они не только для военных целей, но и чтобы вывозить добро, награбленное. Знаешь, что металлолом вывозили, может, что-то еще? Все сырье, которое есть в промышленных масштабах, преимущественно вывозится через порт, потому что порт позволяет обеспечить достаточно большую перевалку и одним махом вывезти большой груз. В свое время оккупанты вывозили, то есть, почему не возят железной дорогой? Потому что в свое время оккупанты вывозили даже вагоны, воровали. Я не знаю, в России проблема с вагонами, да, их как резали на металлолом в порту и вывозили морем, так эти вагоны вывозили просто без, ну, уже частично разукомплектованные суши. Это еще было больше, чем год назад, наверное. Неоднократно местные жители видели, что везут по улице, везет платформа вагон. Я не знаю, что это должно быть за государство, которое опускается до такого позора, что нет вагонов, нет металла, нет зерна в России. Вот это все воруется, нет руды железной, она тоже вывозится через наш порт, в том числе. Поэтому, ну, просто мародерство и, повторю, как и много раз, это пиратство в нынешнее время, что, в принципе, уму непостижимо. Вы в начале разговора уже сказали, что Российская Федерация пытается любыми способами подавить украинское сопротивление патриотов на временно оккупированной части Запорожской области, в частности, в Бердянске. И для этого захватчики, в том числе, заселяют территорию россиянами. Что вам известно об этом плане оккупантов? Уже они называют эту землю Запорожская Целина. Да, есть у них такой проект. Ну, как вам сказать, у нас это сегодня, они просто пытаются уже как-то назвать и легализовать те процессы, которые происходят довольно-таки давно. Достаточное количество людей есть, которые покинули оккупированную территорию, и у которых с первых месяцев оккупации было отжато жилье, была отжата другая недвижимость, которую заняли оккупанты. Сегодня, по очень условной статистике, местное население, конкретно Бердянска и Бердянского района, является в меньшинстве по сравнению с приезжими оккупантами, россиянами я уточню, и по сравнению с приезжими коллаборантами, которые эмигрировали внутри оккупированной территории из разрушенных, или частично разрушенных городов Донецкой и Луганской областей. Сейчас этот процесс усилился и активизировался, потому что оккупанты всеми силами пытаются инвентаризовать и, так сказать, национализировать жилье, естественно, в интересах вот этих всех приезжих. Они тянут своих, так называемых, специалистов в разных отраслях на работу вахтовым способом, военные и полицейские формирования личный состав перетягивают свои семьи. Они приехали там у себя за Уралом на комарах катались, а тут приехали, тут теплое море, тут комфортный климат, тут относительно нормальная, еще не умершая из-за россиян полностью инфраструктура. То есть у нас, они увидели, что у нас люди даже в селах имеют удобство в доме. Они были вообще, первое время оккупанты были шокированы. Буряты там, какие-то там тувинцы, я не знаю, и Кавказ в том числе. Очень поехал Кавказ, сейчас в кадре Приморская площадь, которая летом там танцевалась лизгинка, и Кавказ там устанавливает свои порядки. С ненавистью к русским, как и это происходит на территории России, ну и естественно с ненавистью к так называемым хохлам, как они говорят, за местное население. Они все равно для них хохлы, не россияне абсолютно. Поэтому, да, действительно пытаются смешать общество, пытаются смешать нации, и больше того, пытаются сделать так, чтобы украинская нация там вообще не имела никакого права голоса, не была слышна, не была видна. Ну а у украинцев единственный выбор, единственный выход это молчать, потому что признавать себя украинцем и говорить о том, что ты украинец на территории Украины, на оккупированной территории Украины, смертельно опасно. Возвращаемся к нашему первому вопросу про пытки, которые будут незамедлительно применяться к любому, кто скажет, что он украинец и это Украина. Поэтому, да, действительно, физическое смешивание пытаются сделать оккупанты, но мы понимаем, что все, кто туда приезжает, пытаются там селиться, как-то располагаться, какое-то покупать жилье, у них у всех везде есть оговорка до того момента, когда что-то будет решаться. То есть все, даже так называемые договора, которые составляют риэлторы, они всегда делают пометку, что сейчас мы тут переоформляем по российскому законодательству, а когда все вернется назад, то есть деоккупируется, тогда будем решать уже отдельно. И даже там сделки некоторые проходят не с полной оплатой, потому что когда решится уже точно деоккупация, тогда уже решим, мы либо расплатимся за то жилье, либо не расплатимся и уедем. То есть они все готовы уехать на сегодняшний день, такая ситуация. Но, с другой стороны, к сожалению, дети бурятов на территории оккупированной уже есть. Я знаю, что российские гауляйтеры особенно обрабатывают детей и молодежь, помимо пыток и арестов, еще пропагандисты их вербуют, например, в юнармию школьников, а студентов заставляют идти воевать за Путина. Как часто такое происходит? Ну, на самом деле, часто это мягко сказано, если говорить про часто, потому что вся учеба, которая существует на оккупированной территории, это не про науку абсолютно, это исключительно про пропаганду. То есть любое учебное заведение, любое прикосновение к уму или сердцу подростка, это исключительно пропаганда. Не новость ни для кого, что в учебных заведениях день начинается с того, что там должны спеть, допустим, гимн. Портреты диктатора Путина развешаны в каждом классе, текст гимна, символика, повсюду, просто она, это, ну, это засилие этого всего уже чересчур. То есть даже те, которые поддерживали или поддерживают Россию, любители России там с детства, как говорится, даже они уже говорят, что слишком много. На детей и подростков оккупанты обращают отдельное внимание, потому что они поняли, что дети и подростки не знают другого государства, кроме как Украина. Дети и подростки это тот современный слой, который знает и понимает, где смотреть адекватные новости. И дети и подростки понимают, что международное право не соглашается с тем, что Бердянский район или та Запорожская область принадлежит России формально. Дети и подростки понимают, что это оккупация. И с этими детьми и подростками, с этим поколением оккупантам приходится очень тяжело. Потому что они с молоком матери впитывали, они с 2016 года на массовый день вышиванки одевали вышиванки самостоятельно, потому что они этого хотели. Потому что они себя идентифицировали и идентифицируют как украинцы. И оккупанты приезжают на такую неблагодатную почву. И вот это вот, я думаю, что вот эти подростки, это и есть та самая надежда, которая вырастая, видя все эти ужасы оккупации, изнутри понимает, что Россия не принесла ничего хорошего. Россия принесла разруху, Россия принесла проблемы, Россия принесла смерти, Россия принесла пытки. И для детей этих подростков сегодня пропаганда рассказывает, давайте за нас воевать. А завтра она приходит к их родителям, выносит дверь вместе с луткой, шмонает от и до жилье, забирает в неизвестном направлении отца за то, что он там якобы содействует сбройным силам или Азову, или кому-то еще. И несколько дней не сообщает, что с ним случилось. В результате он подвергается пыткам. И дети и подростки это видят. Вот это будет лучшее, ну вернее есть лучшее контрпропаганда, разруха и репрессии, которые там происходят. Поэтому верю в наших детей и подростков и акции в начале оккупации, когда были сорваны флаги с учреждений захваченных, это как раз была молодежь до 20 лет, которые не зламные, как говорят у нас в Украине. Мы поговорили сейчас об образовании на временно оккупированной территории. Хочу спросить о медицине. Там без российского паспорта, насколько рассказывают люди, практически нельзя получить медпомощь. Как и, например, пересечь границы областей, которые находятся временно в оккупации. Да, к сожалению, по медицине очень остро ощущается вот это вот отношение и подход оккупантов к паспортизации. Медицина стала этой лакмусовой бумажкой для местного населения, которая заставляла идти людей за паспортом, потому что вызвать скорую нельзя, не отложку, то же самое. А если вызвал и добился того, то без паспорта очень вряд ли окажут адекватную помощь или госпитализируют. Но это было, так сказать, фактически. Формально с 1 января россияне говорили, что вам для того, чтобы получать медицинские услуги, необходимо составить какие-то документы с медучреждением, либо с врачом, предоставив свои документы. Начиная с паспорта гражданина Российской Федерации. То есть оккупанты уже официально говорят, что медпомощь с паспортом. Я уже молчу о том, что как таковая медицина там существует лишь на бумаге, в принципе. Потому что буквально вчера, я когда готовился к эфиру, я вчера поинтересовался у местных, которые там находятся, по ситуации. Они говорят, что на сегодняшний день ближайшая нормальная медицина, которую можно хотя бы плюс-минус назвать медициной, это либо Донецк, либо Симферополь. В случае с Донецком, я помню, это было в 90-е годы, когда там было более-менее что-то развито. Вернулись в пресловутые, те самые 90-е. Современный транспорт уехал в неизвестном направлении медицинский. Вместо него приехали вот эти квадратные безумные буханки, которые проектировались уже 400 тысяч лет назад. В которых дверь традиционно до сих пор не закрывается с первого раза и дует просто при закрытых окнах. Там уехали в неизвестном направлении, они уехали оборудование. В известном, естественно, направлении покинули оккупированную территорию. Уехали медики, нет нормальных медикаментов. И, соответственно, даже если у человека есть паспорт, даже если он полностью, целиком соответствует требованиям оккупантских властей, то гарантии того, что он получит медпомощь, нет. У нас только перед войной появилось такое понятие, как МРТ в Бердянске начало хотя бы развиваться. У нас ближайшие там были МРТ в рядом стоящих городах. Ну и то это было намного ближе, чем сейчас. Сейчас в Бердянске и поблизости нет МРТ. Даже обследование сделать невозможно. Я уже молчу про реактивы, я молчу про медикаменты. То есть лаборатория ближайшая у нас была через здание, сейчас лаборатория в Донецке. О чем дальше можно говорить? Мы уходим просто... Ну то есть у нас время пошло тикать назад в развитии. И вот это вот все видно и ощущается местными жителями. Это и есть то лучшее понимание местных жителей, каков он, русский мир. Потому что Россия, как она говорила, как они говорили, россияне, они приводят к своим стандартам оккупированной территории. Но мы же не понимали, что приводить к стандартам это значит настолько вниз, что социальный лифт, который там оказался, в результате пошел вниз. Для этого можно было просто посмотреть на другие российские города. При этом Российская Федерация готовится провести свои выборы, псевдовыборы на оккупированных территориях. Понятно, что скорее всего, ну не скорее всего, а там будут рисовать рекордную явку, поддержку Путина, что вот новые территории за царя. Как сообщает Центр национального сопротивления, россияне готовят и наблюдателей так называемых, задачи которых будет организация этих фальсификаций. И для этого университеты, учебные заведения получили план по количеству студентов. Для работы на этих фейковых выборах это правда? Действительно, украинскую молодежь будут к этому привлекать? Россия заинтересована в привлечении максимального количества подельников в своих преступлениях. Чем больше у них будет подельников, тем им проще будет потом распорошить эту ответственность. Ну, они так думают наверняка. Но у нас же местное население не дурное. Местное население-то знает, что за следующим этапом, за участием, после участия в выборах, будет уголовное производство. По тем людям, которые участвуют в выборах. Из-за этого и появляются вот эти все планы. Из-за этого появляются вот эти все совковые методы. Партия сказала надо, комсомол ответил есть. И из-за этого, вернее это происходит еще в том числе потому, что, вернемся к кадровому голоду, он есть и на выборах. Люди не хотят туда идти. Поэтому их начинают заставлять. Люди не хотят идти на выборы работать, так называемые. Люди не хотят идти на так называемые выборы голосовать. Потому что для людей после уже двух, так сказать, волей и изъявлений, первый из которых был так называемый референдум, второй так называемые местные выборы, стало более чем очевидно местному населению, что результаты можно оглашать в принципе и до. И никто не удивится. Ну, не после выборов, а до. Потому что они уже известны до выборов. И явка, и проценты, кто за кого, и так далее. То есть это все, ну это реально делается, эти выборы все делаются для картинки. Отчитались наверх, что у нас прошли тут выборы. Смотрите, проголосовали на пеньке, или там на капоте машины проголосовали. Все, супер, деньги освоили, и все хорошо. 86% за. У нас уже, знаете, традиция есть. 86-89, там по-моему не меняется. Ну, только у меня вопрос. В Омске, в Томске и в Бердянске не могут быть плюс-минус одинаковые проценты, там одинаковая явка. Если в Бердянске бегают с этой урной для голосования и просят, проголосуйте, пожалуйста, человек говорит, я не хочу, или я не могу, у меня документов нет. Да ничего страшного. А хорошо, проголосуйте. А за соседа проголосуйте. Так я же так, да проголос... Ой, да ничего страшного. То есть вот они все выборы. Это не выборы, это просто фейк. Ну, и местное население, опять же, к этому так относится, знаете, улыбается и все, и дедулю держит в кармане. Вы знаете, самое главное, что люди, несмотря ни на что, украинские люди продолжают ко всему относиться с юмором. Виктор, спасибо вам большое за то, что присоединились к нашему эфиру, рассказали о том, как обстоят дела в Бердянске. Виктор Дудукалов, заместитель главы Бердянского районного совета, был с нами на связи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.